Сказал глава государства о легализации автомобилей с иностранным учетом. Я встречался с помощником Токаева в прошлом году, с Тимуром Сулейменом. Я ему объяснял, что их надо легализовать, они не оплачивают штрафы, они не платят налоги. Вот если снизить 8-10 раз, как сейчас сказал Токаев, не 2,5 миллиона, а вот 200 тысяч с автомобиля, то разово мы за месяц в бюджет получим пополнение от них 40 миллиардов тенге. Представляете, какой мощный импульс? И мы должны по этому же принципу сокращать ставки у Тельсбора и первички. Почему? Потому что мы сможем сделать автомобильный хаб в регионе. Будем привозить сюда, они будут здесь меньше платить, но зато будут уходить в соседние страны. И за счет вот этого объема наша страна может пополнять свой бюджет ежегодно на сотни миллиардов тенге. Соответственно, мы омолаживаем свой автомобильный парк. Никто президенту не рассказывает о том, что средний возраст автомобиля в Казахстане составляет уже свыше 20 лет. В Таджикистане 18 лет, да, то есть мы уже похлеще Таджикистана. То есть эти моменты подсказывают, что президента до сих пор вводят в заблуждение. Второе подсказывает, что нет какого-то четкого стратегического видения. Нет, мы не видим перспективу, а мы должны ее видеть в каждом послании. Мы должны анализировать казахстанцы, итоги предыдущих посланий. Я бы на месте Тукаева сделал следующим образом. Перед каждым новым посланием я бы отчитался за предыдущее. Выставил бы кабинет министров и сказал, так, подводим итоги предыдущего послания. Что выполнено, что не выполнено, а этого не делается. Каждый раз даются поручения, и они как будто бы уходят в Бермудский треугольник.